Прежде чем я буду говорить о том, что мы делаем, как мы работаем, я, наверное, хочу рассказать вам о таком, не знаю, мне кажется, у многих анаболевшем, да, я хочу немножко поговорить, наверное, о деньгах. Все мы приходим в этот проект, наверное, не для того, чтобы развиваться просто как личность, не для того, чтобы просто, ну, не знаю, тратить на это время, чтобы не коротать часами в интернете, там, ВКонтакте или в Одноклассниках, мы приходим в интернете. Мы приходим сюда в основном за деньгами. К деньгам можно относиться совершенно по-разному, но мое мнение такое, что деньги решают в этой жизни огромное количество проблем. Наши гардероб, деньги – это хороший отдых, это пенсии наших родителей, это яркие эмоции. И как бы мы с вами не относились к деньгам, но они должны быть рядом с нами, да, хоть это и резная млада, но она должна быть рядом с нами. Смотрите, в чем особенность? Большинство людей, они привыкли жить по вот такому шаблону. Этот шаблон у нас на данный момент относится практически, наверное, к каждому, не к каждому, да, а, наверное, из 10 людей, проживающих в Беларуси, как минимум к 9. Смотрите, есть люди для нашего государства, по которому люди живут, и многие просто не задумываются об этом. Как мы зарабатываем деньги, сколько нам их дают, и как нам приходится жизнь. Смотрите, когда мы с вами идем в детский сад, у нас с вами, ну, нет расходов, ну, и доходов тоже никаких, мы не зарабатываем, да, нам вроде бы сильно самому ничего не хочется покупать. Когда мы идем с вами в школу, у нас тоже нет денег, мы не зарабатываем, да, у нас есть график, который нам составил, да, то есть зауч-дирекция, да, и мы по нему учимся, и деньги сильно хотелось бы потратить уже, да, на такой на тот момент, но мы их не зарабатываем, берем родителей. Институт или университет, да, когда мы с вами поступаем, либо колледж. В принципе, денег мы не зарабатываем практически. Ну, если зарабатываем, то совсем-совсем немного, потому что, ну, студенты, они же как бы учатся в основном, да, поэтому зарабатывают на какие-то мелкие расходы. Вроде кажется, что так будет легче, так будет проще, нет, на самом деле это не проще, сами вы это понимаете. И уже вроде бы, когда мы с вами отработали эту прекрасную часть жизни, многие ждут благодарной пенсии и думают, что на ней тоже будет хорошо. Но, как говорится, как на этом слайде написано, посмотрите, как живут пенсионеры, указ в фронтовых магазинах, посмотрите, как они себя ждут и что они делают, сколько еды они покупают, да, и, наверное, это потому, что они так хорошо работали в активный период активной жизни. Ну, об этом мы еще немножко с вами позже поговорим. Что касается следующего слайда, я думаю, у каждого из вас когда-нибудь, может быть, слышали такую формулу, да, я про нее расскажу. Формула 40 на 40 и на 40. Раскрою вам секрет, кто не знает. Мы с вами 40 часов ходим на работу, 8-часовой рабочий день, 5 дней в неделю, это первые 40. Сашка в Беларуси средний около 40 лет, но вы же знаете, что в 2017 году обещали поднять пенсионный возраст, поэтому, возможно, он будет еще больше, ну, поэтому, как бы, пока 40. И, к сожалению, на пенсии мы с вами получаем 40% от нашего среднего дохода, да, то, что мы зарабатывали, как бы мы с вами не работали очень-очень хорошо, активно в этот вот активный жизненный период, но, к сожалению, на пенсии мы зарабатываем всего лишь 40, ну, не зарабатываем, да, имеем достаточный доход, всего лишь 40% от нашего среднего оклада. И, наверное, в жизни у всех бывала такая ситуация, когда мы с вами рассчитываем деньги и полностью уходим в ноль к следующей зарплате, и получается первая зарплата, нам кажется, ура, да, того мы и получили все круто, да, еще не влезли в долги. Но ведь часто бывает такое, что мы уходим в минус, да, мы у кого-то отдалживаем, потом возвращаем, и вот этот процесс уже, да, его сложно остановить, когда ты уже ушел в этот минус, да, один раз, в принципе, очень сложно его остановить. Он повторяется, повторяется и еще раз повторяется. И вы знаете, на самом деле, есть такая фраза, да, вам давали, платили, да, именно столько, сколько им бы хватило для того, чтобы они просто смогли продолжать работать. И вы знаете, ну, на самом деле, когда общаешься с огромным количеством людей, ты понимаешь, что не ходят на работу, ну, краски, именно, мне кажется, за идею. С зарплатой, да, в миллион в полтора ходить на работу 8 часов в день, 5 дней в неделю, по меньшей мере, это, не знаю, это глупо. Зачем так тратить свою жизнь, да, третить свою жизнь и тратить на то, что тебе не доставляет ни удовольствия, ни денег. Зачем? И вы знаете, я говорила, что я вернусь к пенсии. Вот к этому периоду, возможно, все ожидают вот такой картинки, да, что мы с вами будем отдыхать, путешествовать, да. Вот в Европе именно так и происходит, да. На пенсии люди путешествуют, они отдыхают, они ведут активный образ жизни. А что происходит, ну, на пенсии у нас? Посмотрите, что происходит возле КАЗ, да, я уже говорила об этом. Ну, не потому что хорошо, те бабушки, которые сейчас стоят, продают, ну, скоро начнут продавать цветочки, да, возле церкви, ходить где-то продавать, просить минусы, не уверена, что в возрасте 55, когда они шли на пенсию, и они не думали, что в 70 они будут так стоять. Но такова реальность, да, с этим ничего не поделаешь. И вы знаете, да, есть такая фраза, а вы уже нашли ту школу, в которой будете работать уборщицей? Нашли? Да, если ближе к пенсионному возрасту. Ну, наверное, в нашем вебинаре есть и молодежь, да, эти люди, которые вот-вот закончат университет, колледж, и скоро пойдут на долгожданную работу, и подумают, что пенсия – это не для меня, это еще совсем-совсем не скоро. Несколько цифр о том, что происходит у нас в Беларуси, да. Смотрите, на этом графике, да, надеюсь, что видно, чётко видно, какой процент, какое количество у нас в Беларуси в данный момент увеличилось, ну, тех людей, которые ищут работы. То есть, смотрите, в среднем, ну, если брать март месяц, практически на 15% по сравнению с прошлым годом, да, и вот видите, по этой тенденции у нас с вами растет, растет количество людей, которые ищут работу. Вот, то есть, сказать о том, что их стало меньше – нет. Сказать о том, что население стало больше – нет. Да, то есть, у нас с вами люди начинают более, все больше и больше искать работу. А вот на этом графике мы с вами видим, что происходит с вакансиями. Те люди, которые ищут работу, их стало на 15% больше, но, к сожалению, в марте месяце на 35% сократилось количество рабочих мест. Посмотрите, этот график, да, можно к нему относиться совершенно по-разному, но это реальность. И вы знаете, когда ты начинаешь изучать то, что происходит в мире, ты понимаешь, что либо ты начинаешь что-то предпринимать в своей жизни, да, отсюда, да, слово «предприниматель», ну, либо, не знаю, либо ты просто не знаешь даже, что делаешь, да, не ешь, наверное, не одеваешься, не отдыхаешь. И вы знаете, в компанию Reflame я пришла, естественно, не сразу. Почему я пришла именно в компанию Reflame? Какие моменты мне больше всего заинтересовали? Почему я здесь нахожусь, да, и почему сегодня я в звании директора рассказываю вам об этом проекте? В компании Reflame есть огромное количество продукций, очень большой ассортимент, более тысячи наименований. У нас каждый раз огромное количество новинок, да, и, ну, те, кто в компании уже не первый год, они не первый месяц, да, они знают, что, как только приходится в локум, обычно, что с вами делаем мы, смотрим, листаем его, смотрим новиночки, какие акции, каталоги. И, естественно, этот список продукций, он до такой степени широкий. Вы знаете, когда я выбирала, ну, с какого фирма работает, да, я понимала, что косметика – это продукт, он разобновляемый, да, он всегда нам с вами нужен. И косметику очень легко предлагать, очень легко продавать, мне не нужно объяснять моим знакомым, зачем им нужно. Ведь вы сегодня утром ходили в ванну, чистили зубы, а вечером тоже же пойдете. Поэтому, вы знаете, совершенно несложно работать в компании, которая предлагает именно косметику, да, средства личной гигиены, огромное количество аксессуаров. У нас уже с вами даже в некоторых каталогах премьер-клуба для тех людей, кто делает хороший товар-оброд. Уже компания сделала даже крутые акции и с дотовой техникой, да, то есть, ну, можно покупать для себя, да, мы сотрудничаем с очень классной фирмой. Для меня стало важно, потому что косметика, компания, где там делают именно ваш акцент на белый косметик, на уход за кожей, у нас разрабатывается научный исследовательский центр, да, у нас есть свои собственные заводы, у нас есть в Дублине и в Стокгольме научный исследовательский центр и центр исследования кожи. Это там, где разрабатывается весь уход, да, который у нас в компании «Алифлейм». Все то, чем мы с вами пользуемся, все то, что нам с вами особенно нравится. Конечно, для меня стало важно то, что косметика компании «Алифлейм» – она натуральная. Во всех баночках будут вытяжки масла, натуральные ингредиенты, какие-то воски. И для меня одним из самых ярких представителей, да, натуральности является именно вот эта линейка «Эко-бьюти». Это моя любимая линейка, я обожаю кремль-дивеку в этой серии. Она скоро обновится, чуть-чуть, уже чуть-чуть сталось подождать, и она будет в новой упаковке, вот с обновленной формулой. В чем эта серия особенная? Вы знаете, компания «Алифлейм», когда ее выпустила, она отправила ее на сертификацию, и эта серия, она одобрена четырьмя независимыми природоохранными организациями. Она в 97% полностью натуральная. Дорогого стоит. Их нельзя вскрыть никак, да, если только там разрезать. Уникальный нейтральный комплекс, поэтому я жду очень новинок в этой серии, очень скоро они уже у вас с вами появятся. Для меня стало важным то, что компания делает, я повторюсь, делает акцент на уход, на уход за лицом. Так, Александра, плохая связь, у вас, наверное, может быть плохо с интернетом. Я думаю, что вебинар будет в записи, да, вы сможете его посмотреть. Я думаю, что сегодня кто-нибудь его записывает. Вот, и вы знаете, серия Novage – это линейка, которая на самом деле является сейчас революционной серией в косметологии, в косметике. Это серия, которая на самом деле дает нам с вами возможность пользоваться продукцией премиум класса. Это линейка, которая, ну, вы знаете, результат компании, она нам обещает через месяц использование. Но те люди, которые уже знакомы с этой линеечкой, например, как моя мама, тот человек, который познакомился с этой линейкой, она сразу сказала, нищий, нищего себе, да, мы с ней сделали выход на половиночку лица, да, то есть изначально нанесли, и когда она смотрела на зеркало, говорила, блин, какой-то фотошоп, нельзя так, да, как это так можно, как это так работает. Да, линейка, которая на самом деле – это революция в косметологии. Семь научных статей было уже написано, да, то есть не те, кто-таки не простые для глянцевых журналов, а именно научных статей, да. Представьте, как это классно и как это круто. Для меня стало действительно дорогим то, что в компании «Арифлэм» есть серия «Велмос». Это линейка, с которой я познакомилась не так давно, ну, не как давно, но давно, да, для кого-то возможно это будет очень давно, около 4 лет назад, но если говорить, что косметикой я пользуюсь уже «Арифлэм» около 13 лет, да, люблю продукцию. То линейка «Велмос» – это та линейка, с которой начинается мой день и иногда заканчивается. Уникальная серия, которая продается в Беларуси только в аптеке, ее нельзя приобрести просто в заказ. У нас по пятницам в 7 вечера проводятся вебинары обучающие школы здоровья. Я рекомендую, если у вас есть желание жить долго, жить счастливо, чувствовать себя и быть здоровым, и вы заботитесь о здоровье своей семьи, обязательно в эту пятницу в 7 часов вечера посетите вебинар школы здоровья. Там мы говорим не просто про «Велмос», а именно как бы продукцию, это именно школа по здоровью. И вот для меня здесь любимый, конечно, продукт – это «Велмос» в коктейле «Велмос Пэк». Не знаю, для каждого человека, мне кажется, но если есть в части те люди, у кого тоже есть любимый продукт «Велмос», напишите, пожалуйста, какой это, а потому что эта продукция, она неразрывна в моей семье, мы пьем ее от самых маленьких до самых-самых больших. Для меня большой гордостью стало то, что именно эта серия, она прошла уникальный стандарт, стандарт GMP, вы видите его в верхнем ряду, чем он особенный. Этот стандарт хорош тем, что, во-первых, это европейский стандарт на фармакологическое производство, в Беларуси ни один завод, ни в России, ни один завод, который выпускает какие-то там фармацевтические продукты, он не прошел такую стандартизацию. Вот, вижу, что почти в чате ответы. Вот, Оля, у меня тоже любимый шоколадный коктейль, у Кати тоже коктейль омега-3. Вот, продукт, с которым, вы знаете, когда с ним познакомишься, ее уже сложно оставить, да, она всегда будет в моем ассортименте, какая бы ни была ситуация, да, всегда есть, очень люблю. И это самый высокий стандарт на фармакологическое производство. Для меня это дорогого стоит, ведь в компании Арифлэм есть уникальная скидка. У нас с вами 20% для того, чтобы приобретать ее для себя дешевле в аптеке, по цене аптеки. И совсем недавно, меньше полугода назад, мы с вами взяли уникальную награду. Это международный конкурс. Он проходит в России. И премия «Здоровое питание». Ежегодно национальной премии «Здоровое питание» достоилась компания Арифлэм как лучшая компания-производитель в категории витамины и бар. Представьте, среди всех фирм, всего того, что представьте, в России продается намного больше, ну, таких вот серий, чем в Беларуси. И уже выбирать, ну, лучшую компанию-производитель, да, уже глупо, да, потому что компания Арифлэм признана международным уровнем, лучшей компанией-производителем. И если говорить же именно о продукции, конечно же, ну, как бы это ни было справно, у нас везде висит с вами слога «Выкупляйте белорусское», да, но компания Арифлэм уже с 2008 года каждый год подряд берет уникальную награду. Она называется «Бренд года». И для нас с вами это большая гордость, не глядя на то, что везде у нас хочется, то есть, ну, хочется продвинуть все-таки наш белорусский бренд, но, смотрите, у нас бренд года номер один в Беларуси остается за нами. И совсем недавно мы с вами получили тоже уникальную номинацию, это первый раз в Бренд года в специальных сетях, категории косметика. Тоже для нас с вами это дорогого стоит, и очень большой гордостью для меня стала еще одна номинация, что по итогам этого года, 2015-го, нашей компанией удосужилась такой награды, как «Выбор года». Представляете, как это круто, да, ее выбирают большинство людей. Но если говорить не о номинациях, а говорить о таких моментах, например, как сотрудничество с разными звездами, да, в Инвервизе, штатологах, огромное количество звезд, если говорить про эту девушку, это Дэни Борг. Та девушка, которая на самом деле является брендом в шоу-бизнесе, ее имя, ну, это бренд, она узнаваема. Вы знаете, в маркетинге есть такое понятие, как встречение бренда. Да, гонорар большой, но на самом деле для того, чтобы звезда заключила договор с компанией, она должна быть на 100% уверена, потому что эта компания действительно высококачественной продукции. Она свое имя, да, то есть она доверяет компании Арифлейм, и ее имя является, ну, она своим именем представляет компанию Арифлейм. То есть, смотрите, взаимно ответственность на двух сторонах. Если что-то нехорошее происходит в компании Арифлейм, естественно, в лицо звезды оно будет затрянено. Ну, естественно, наоборот. Поэтому компания Арифлейм всегда очень-очень тщательно выбирает тех звезд, с которыми она сотрудничает. И вот такого масштаба тоже с нами сотрудничают звезды. Не могу даже смеяться, что это звезды, да, звезды, про которых, наверное, не все знают. Это Принцесс Швеции, Мадлен. Та девушка, которая заключила договор с компанией полгода назад о том, что она будет представлять уникальную воду Тендер-Лепронис. Та вода, которая у нас с вами при покупке этой воды мы участвуем в благотворительности. Прибыль от продажи водички Тендер-Лепронис, она идет в детскую деревню СОС. Поэтому, если вы хотите поучаствовать в благотворительности и не знаете, как это сделать, прибыльте просто для тебя эту моду, вы сделаете приятное себе и делаете приятное детям из детской деревни СОС. И, вы знаете, для меня еще одним стал немаловажным фактом компании Арифлейм, да, помимо вот этих вот крутых фактов область творительности о номинациях, то, что товарооборот компании Арифлейм полтора миллиарда евро. Это ежегодный товарооборот. И вот я посчитала приблизительно сколько Мерседесов, машин новых вот такого класса нужно продать компании Мерседес. 50 тысяч новых машин. Вы знаете, я не уверена, что компания Мерседес продает столько новых машин в год. Вот такой вот ежегодный товарооборот компании Арифлейм. Представьте. И важно понимать, что, естественно, наша с вами задача, если говорить же о проекте, суть вообще любого-любого бизнеса, это, конечно же, создание товарооборота. Ни одна компания практически не платит деньги просто за перепись населения, поэтому наша с вами задача научиться в нашем проекте хорошо создавать товарооборот для компании. И, вы знаете, естественно, можно задать вопрос, как это делать, что для этого нам с вами нужно, может быть, нужно там кучу косметики покупать и приобретать для себя, но на самом деле наша задача открывать партнером в онлайн-магазине, помогать создавать поток покупателей в этом онлайн-магазине. О том, как это делается, у нас есть четкая система обучения, да, у нас есть обучающий вебинар по субботам, где можно знать, как, что нужно делать, да, для того, чтобы товарооборот увеличивался. Как мы делаем, что мы делаем, как у нас создавать поток. Есть несколько возможностей на участие в нашем проекте. Ну, естественно, самое простое, я не буду долго на нем устанавливаться, это, конечно же, быть умным покупателем, просто приобретать для себя продукцию, да, намного дешевле, это круто, это классно, я являюсь лояльным покупателем, который любит косметику, знаю ее, люблю велно, скушаю постоянно. Вы знаете, для меня стало важным то, что у меня пропала вот такая вот проблема, не знаю, как у вас, наверное, у вас она тоже когда-то бывала, когда ты просто тратишь время вообще непонятно на что. Вот, ну, просто ни о чем, да. Время – это, знаете, тот ресурс нашей жизни, который мы, в принципе, никогда не можем вернуть обратно. И тратить его на то, что просто взять очередь, нет, нет, я, ну, не хочу таким заниматься, да, это неприятное времяпрепровождение. Для меня стало классно то, что можно в компании рефреймить доступ в свой интернет-магазин, покупать для себя дешевле со скидочкой 20%, да, экономить и пользоваться высококачественной продукцией. Естественно, товар в рот можно создавать путем личных рекомендаций. Зарабатывать. Конечно, это просто, это быстро, но это, вы знаете, не грязно, потому что это просто быстрые деньги. В этой ситуации немножко сложно иметь стабильный доход, потому что, ну, если перед праздником и всем все надо, то, например, в классовой каталоге летом, ну, весной и летом, да, мне кажется, что большинство идти куда-то уезжают на дачу. Кто-то сажает картошку, кто-то едет на отдых летом, да, и не так много продукции, не так много нужно ассортимента покупателям, да, поэтому если перед Новым годом, перед 8 марта это круто и классно все покупают, да, и много можно заработать, то в такие вот периоды, знаете, когда, ну, у тебя уже вроде бы как есть каталоги, но все уже покупатели, например, у тебя есть 10 покупателей, и они все уехали на отдых, все, и зарплаты нет. Поэтому, да, можно зарабатывать, есть люди, которые хорошо зарабатывают, компания рекомендует продукцию. Наполнительно, для таких людей компания сделала уникальные премии, те, которые будут давать возможность, ну, иметь, помимо разницы от продаж, еще и бонусы. От 25 условных единиц до 130. То есть представьте, ну, как бы, можно показывать каталоги и иметь хороший доход. Ну, так вам скажу, что если товарооборот лично вашего, интернет-магазина вашего, ну, лично ваш, составляет 950 баллов, и вы рекомендуете, вы показываете каталоги, ваш доход составит почти 6,5 миллионов. Ну, ни много, ни мало, но, как бы, если я задался целью, можно, пожалуйста, показывать каталоги. Но для меня я не люблю показывать каталоги, и для меня стало больше таким, то, что мне особенно понравилось, это, конечно же, вот эта вот лестница успеха. Чем она хороша, и что она нам с вами дает? Немножко поехал в слайд. Смотрите, мы с вами можем выбрать ту премию, которую хотим получить в компании «Рифэм», и выбрать тот доход, который даст нам возможность позволять себе не задумываться о не смотреть в магазине на цены, не смотреть на цены, когда ты выбираешь отдых, не смотреть на цены, когда ты делаешь покупки, да, когда ты даришь что-то своим родным и близким. Важно понимать, что, как бы то ни было странно, как бы вы с вами не думали, что люди все равно не ходят в магазины, посмотрите, прочитайте этот слайд. На самом деле, огромное количество людей, они совершают покупки в интернет-магазине. В Беларуси, вот, 2015 год, все люди являются пользователями, все, практически все, посмотрите. И более трех миллионов человек, это треть нашего населения, да, они совершают покупки через интернет. Это реально круто, это свобода, да, тебе не нужно стоять ни в очереди, ничего. Сейчас это действительно быстро. Оплата коммунальных, да, оплата штрафов, покупка билетов, авиабилетов, ЖД-билетов, всякие переводы, перечисления, огромное количество, я не буду все это перечитывать, но это то, что дает нам с вами возможность пользоваться тем, что реально мы с вами, ну, попадаем в нужное время, да, мы в нужное время начинаем что-то делать, мы в нужное время начинаем развивать бизнес, потому что для людей, сейчас работа в интернет, это круто, это классно, это выгодно и это безумно удобно. Поэтому, не глядя на то, что у вас маленький ребенок, не глядя на то, что у вас очень мало времени, работая в нашем проекте, у вас есть возможность зарабатывать хорошие деньги, развиваться и иметь хороший доход. Поэтому, ведь по итогам я, ну, по итогам уже буквально вот поза прошлого каталога, третьего, у нас с вами, я вам расскажу, есть открытые директора, директора открытой квалификации, вы сегодня увидите их фотографии, те люди, которые в нашем проекте уже настигли хорошего дохода. И в чем же задача, что нам с вами важно делать и важно понимать, почему это действительно классно и круто. Смотрите, преимущества бизнеса, да, то есть их много, они разные, я, наверное, расскажу буквально вкратце про каждый из них, ну, особенно из того, что, конечно же, наш с вами бизнес помещается в ноутбуке, либо в любом каком-то гаджете, да, который у вас есть, планшет, ноутбук, хороший крутой телефон, да, который даст возможность развиваться в бизнес именно так, чтобы, да, то есть в свободном доступе. Конечно же, доход официальный. Мы, как все белые люди, получаем деньги на карточку через банк, ну, нигде там под полы лишь, либо что-то еще. У вас нет зависимости от начальника, вы сами себе начальник, только вы сами в силах организовать свой рабочий день. И планировать время, конечно, нужно заранее, да, то есть тайм-менеджинг – это то, чему нужно уделять, потому что иногда нам кажется, что, о, боже, я столько всего сделал, но ничего не успел. Нет, главное правильно его планировать, это время, оно всегда у нас с вами будет. Конечно же, вас не могут уволить, ну, либо сократить из вашего интернет-магазина, вас не могут. Ваша задача – хорошо работать и развиваться, да, для себя. Конечно же, мы развиваемся личностно. Естественно, у нас есть огромное количество разных мероприятий высочайшего класса, и сегодня вы увидите фотографию с этого мероприятия, да, с одного из своих мероприятий. У вас будет возможность побывать на таких мероприятиях, где, собственно говоря, не каждый мечтает побывать каждый человек, но это далее. Конечно же, есть возможность путешествовать по всему миру бесплатно за счет компании Reframe. Вот есть возможность получить признание и награждение. Для многих, возможно, много скажут, что это для меня не важно, что такое признание. Возможно. Но когда ты получаешь это, и ты чувствуешь это тепло от компании, от компании миллиардера, ты понимаешь, как это классно и круто. Возможно заниматься благотворительностью, я уже немножко говорила об этом. И как бонус – иметь огромное количество новых знакомств, ну, иметь новых друзей, да, приобретать их. Конечно же, для каждого человека, мне кажется, важно то, что когда сейчас ты работаешь, оставить какое-то будущее своим детям, и наш бизнес, его можно переписать по институту. И один из самых важных моментов – это, конечно же, свобода. Свобода в чем она заключается? Свобода жизненного выбора. Свобода выбирать время, когда ты будешь проводить в себе. Свобода, когда ты выбираешь время, когда ты поедешь на отдых. Когда ты хочешь отдохнуть, а когда ты хочешь отдохнуть, можешь поработать. Конечно же, свободой иметь уникальную возможность уделять время хобби, взять время своим каким-то любимым занятиям. Вот это реально круто, когда ты начинаешь, когда ты просто начинаешь это ценить. Но важно сейчас хорошо поработать. Поработать в проекте, взять от него 100% того, что мы даем. И вот через какое-то время уже иметь свободу проводить время с семьей, иметь возможность отдыхать тогда, когда ты хочешь, и иметь возможность уделять себе любимым, мастер-кварительского почта на свое хобби. Какая зарплата бывает для рефлей? Вы знаете, по пути к званию директора вы можете выбрать тот уровень дохода, который вам понравится. Я не буду здесь перечитывать, но вы можете выбрать, если вам дополнительно нужно 100 долларов, тот человек, который вас сегодня пригласил в вебинар, он расскажет вам, что нужно сделать для того, чтобы ваш доход составлял дополнительно 100 долларов. Если вы решите зарабатывать 800, и тот человек, который вас сегодня пригласил, он тоже вам расскажет, что нужно сделать для того, чтобы вызвать 800. Но важно понимать, что здесь нужно работать. Это бизнес. И вы знаете, то, что мы здесь не рисуем финансово, не значит, что здесь не нужно работать. Здесь нужно хорошенько поработать сейчас, для того, чтобы потом получать реально крутое удовольствие. Что мы делаем с вами в нашем проекте? Так как мы говорили, что наша с вами задача искать партнеров, искать покупателей нашего интернет-магазина. Я не буду ходить далеко, да, смотрите, три примера, что мы делаем, кого мы приглашаем. И важно понимать, да, что эти люди, они должны быть настоятельные. Скажите, в вашем окружении есть люди, два человека, которым нужны деньги? Те люди, которые, возможно, это молодые мамы, возможно, это студенты, возможно, это люди, которые сейчас просто остались без работы. Поставьте мне в чате, пожалуйста, двоечки тех, кто действительно знает, что у вас в окружении есть два человека, которым нужны деньги. Вот, вы пока не будете ставить, я уверена, что они у вас есть. Я буду рассказывать дальше. Вот ваша задача найти этих двух людей, которым тоже нужны деньги. Они, их задача найти двух своих знакомых, которым тоже нужны деньги. Вот задача тех знакомых тоже найти своих знакомых, у каждого из них нужно найти по два. Что происходит? В вашем поколении, в вашем четвертом поколении есть те люди, которым нужны деньги, но вы пригласили своих двоих знакомых, а уже у вас в команде в четвертом поколении 16 человек. А если вы пригласите троих своих знакомых, а не двоих, то в вашем четвертом поколении уже будет 81 человек. То есть трое ваших знакомых, которым нужны деньги, нашли троих своих знакомых, которым тоже нужны деньги. Те нашли тоже трех, и те тоже нашли всего лишь по три человека. То есть, смотрите, мы пригласили на одного больше, а у нас в фериале, да, в нашем интернет-магазине покупателей стало на 65 человек больше. А вот самая идеальная картинка, когда вы находите пять человек, которым нужны деньги, и ваши знакомые тоже ищут пять. А ходят еще раз, те по пять, и те тоже по пять. Вот в идеале делать именно так. Вот уже суммарно, представьте, 780 человек – товарооборот вашего фериала. И я тогда более подробно расскажу вам о том, какие деньги здесь можно зарабатывать. Вот если мы с вами приглашаем двух своих знакомых, и, ну, я не знаю, наверное, каждый из вас тратит, ну, минимум 200 тысяч на косметику, включая средства личной гигиены, начиная от зубных паст, до туалетных вод, заканчивая красками для волос, элитными сериями ухода за кожей, да. Ну, я говорю, что туалетная вода, например, та, которая заканчивается, средним стоит там 400-500 тысяч, да. Но я здесь взяла минимальный товарооборот 200 тысяч белорусских рублей. Я думаю, что, ну, как бы, это вот вообще минимально. Вот смотрите, суммарно, если вы пригласили двух своих знакомых, ваши знакомые двоих, и те по два, и те по два, в вашем интернет-магазине проходит, находится 31 человек, они совершают просто покупки для себя на 200 тысяч рублей, товарооборот по вашему филиалу, да, по вашему магазину составляет более 6 миллионов. В этой ситуации ваша зарплата от компании практически 200 тысяч. Ну, вроде бы немного, но что бы мы с вами сделали? Мы, по сути, ну, как бы, то, что купили для себя, это нам компания и вернула обратно. Да? Ну, немного, но я говорю, когда, я говорю, провожу встречи, если вы живу, я говорю, да, 200 тысяч денег небольшие, но если я вам сейчас скажу, положите мне на стол 200 тысяч, ну, держи, деньги небольшие, ну, как-то никто ни разу не ложил, да, как бы это ни было странно, но деньги лишних даже не бывают. Что происходит, если мы с вами приглашаем троих своих знакомых? В этой ситуации в нашем филиале уже 121 человек. Товарооборот они совершают точно того же по 200 тысяч белорусских рублей. Но товарооборот для всего филиала, представьте, 24 миллиона. Во сколько раз это больше, чем бы вы, ну, одного человека это просто нереально сделать. 24 миллиона товарооборот. В этой ситуации вы менеджер компании с доходом практически в 3 миллиона. Ну, мне кажется, что с нынешней финансовой ситуацией доход в 3 миллиона никому не будет лишним, да? То есть ваша задача найти 3 человека, которым нужны деньги, объяснить им, что им тоже найти 3 человека, которым тоже нужны деньги. И мне кажется, это совершенно не сложно, да? Ищу. Но в идеале, помните, я говорила, нужно сказать 5 человек. 5 человек, которым нужны деньги. В вашем филиале вместе с вами 781 человек. Точно такой же товарооборот по 200 тысяч белорусских рублей. Что происходит? Ваша зарплата от компании уже более 30 миллионов белорусских рублей. Вот эти деньги, я считаю, те, на которые можно нормально, адекватно жить сейчас в Беларуси. Не смотреть на ценник, позволять себе отдыхать, как минимум 2 раза в год, хотя бы там по 2 недели, ездить семьей на отдых. Важно понимать, что да, здесь нужно работать, да. Но при правильном планировании вы будете уделять именно столько времени в бизнес, ну, уделять, ну, вкладывать свое время именно столько, столько нужно. Но для того, чтобы достичь хороших результатов. Правда, там планируем свое время и не тратим время на то, на что нужно, да? То, ну, видимо, я за что-то так посидел, там кому-то что-то подправляла, ой, я в работе. Нет. Важно понимать, почему мы уделяем свое время. Что же нужно делать в нашем интернет-вашем, в нашем проекте? Во-первых, конечно, оформление заявок онлайн, проведение скайп-встреч. Я думаю, что большинство из вас именно пришло в наш проект через скайп-встреч. Это совершенно не то же, это очень легко, бизнес очень легко повторяем. Работаем мы в соцсетях, работаем по резюме и работаем со знакомыми. На это все, как мы работаем, есть обучение. Я уже говорила, что по субботам в 10 утра и в 11 утра у нас есть четкое обучение того, что нужно сделать, как мы работаем по резюме. Введение информационных рассылок и, конечно же, обучение, 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 еще раз обучение. Важно понимать, что для того, чтобы вы научились в своей специальности, вы как минимум потратили, ну, как минимум, 3 года, да, ну, а так вообще в университете 4 и 5, для того, чтобы работать сейчас. В компании Reflame в нашем проекте «Территория роста» вы можете потратить, ну, максимум, год, для того, чтобы выйти на хорошую зарплату. Но важно понимать, что вам ваши задачи как губочки сейчас все-все вкидывают. Все то, что происходит, все то, что нам дает с вами возможность иметь реальную возможность выйти на хороший доход. Чем скорее вы научитесь делать все то, что делает ваш информационный спонсор, тем проще вам будет в будущем. Поэтому обучение, обучение и еще раз обучение. Не глядя на то, вы молодая мама, либо вы тот человек, который просто ищет для себя работы, вы можете в нашем проекте зарабатывать хорошие деньги. Вы можете работать только онлайн, да, то есть развивать бизнес именно онлайн с маленьким ребеночком на руках, да. Вы можете встречаться с вашими знакомыми и общаться, и им рассказывать про этот уникальный проект. Можно и нужно. Можно понимать, что ваши знакомые, они все равно, возможно, попадут в такой проект. Но наша с вами задача, мы же понимаем, что наша задача, чтобы не пришли к нам в проекты никому другому, чтобы не было такого, что мы с вами опытом банкетинг директоров, я про него сейчас расскажу. Треться с нашими знакомыми, вы директор, и он директор, вот тогда, конечно же, это уже обидно. Поэтому наша с вами задача делать так, чтобы наши знакомые приходили именно к нам. И вы знаете, в чем классно сотрудничать с компанией Арифлейн? Вот все, что здесь перечислено, это не ваша задача. Компания берет на себя абсолютно все. Вот разработки продукции, доставки, производства, логистики, хранение продукции, зарплаты сотрудникам, разработки сайтов, каталогов, работа с консеренцией, с рекламой и заканчивая акцией с бонусами, подарками. Вам самому не нужно вкладывать деньги вообще, чтобы продавать через интернет-магазин. Чтобы помогать компании увеличивать товарооборот, не нужно, вот, ваша задача, вот, представляете, не брать еще в голову. Вы сам себе не менеджер, вы сам себе не бухгалтер, вы сам себе не уборщик. Ваша задача помогать компании увеличивать товарооборот, методом наполнения интернет-магазин с партнерами и покупателями. Вот это все берет на себя полностью компания. Это реально круто, классно, вам не нужно задумываться об этом. Все берет на себя компания. И, вы знаете, важно понимать, что в нашем проекте наша с вами задача формировать свою команду, свою команду, своих партнеров, тех людей, которым нужны деньги. Мы же приходим в этот проект, и мы все пришли для того, чтобы зарабатывать деньги. Не для того, чтобы, как я уже говорила, просто тратить время сидя в интернете, и вот вы сегодня час прекрасного вечера тратите на то, чтобы провести его со мной, и для того, чтобы знать про наш уникальный проект. То есть, смотрите, наша с вами задача, наша с вами задача, как можно скорее найти вот эту пятерочку тех людей, которым нужны деньги. Не бояться приглашать в проект, а приглашать правильно, и я повторюсь, что по субботам у нас проходит обучение. Если вы хотите быстрее расти, спрашивайте у своих информационных спонсоров, менеджеров, директоров обучение в записи, оно тоже есть, кое-какое есть. Если вы хотите быстрее научиться всему, и вы будете на банкетных директоров, вы получите свою премию тысячу долларов по курсу Национального банка Республики Беларусь, не по внутреннему курсу нашей компании, не по 13500. И смотрите, какой классный у нас сейчас курс, 13500. Боже, я такого курса не видела нигде. Компания для нас с вами делает абсолютно все, чтобы мы с вами въезды, развивались легко и просто. И тысячу долларов компания вам будет выплачивать по курсу Национального банка, не по курсу, а не по курсу внутреннего компании. Посмотрите, наша с вами задача хорошо работать. Работать так, чтобы у нас с вами прошел определенный товар-оброд по филиалу. И сделать так, чтобы этот товар-оброд у нас с вами подтвердился 8 каталогов из 17. Вот, по сути, вы будете делать одни и те же действия. Но разве на простой работе, делая одни и те же действия, хорошие результативные действия, разве вам компания, разве вам наниматель, либо там государственная работа, заплатят дополнительно тысячу долларов за хорошую работу? Ну, я не видела такой работы. Расскажите, покажите, где она, если она есть? Я, ну, действительно, рассматриваю, мне очень интересно. Это классно, это круто. И огромное количество людей, которые уже получают такие премии, я дальше на фотографиях вам покажу. С названием директора у вас есть уникальная возможность получить для себя автомобиль Шкода просто в подарок. Есть возможность. На какой фирме, на какой, в какой компании, на каком предприятии вам дарят машину? Ну, можно ездить, знаете, как из категории, там, тебе дают, она рабочая, ты едешь какую-нибудь, как-то она твоя. Но это же не твоя машина, а здесь ты получаешь ее в подарок. У нас вообще три программы, да, я вам так раскрою тайну. С названием директора – это Шкода, с названием бриллиантовый директор – это Вольво, и с названием президент – это плавиль класса Мерселес. Помните, я их показывала, я их показывала там на сайте до этого, когда про товар в городе говорили. Ну, вот вы сами выберете, на каком вашей жизни хотите ходить, чтобы ездила ваша семья. Ну, изначально, конечно же, это Шкода. У вас есть возможность поехать в компанию на отдых. Конференции совершенно разные. Конференции для менеджеров будут звать на свою возможность. Если вы новичок, если вы пришли в проект совершенно недавно, нужно хорошенько поработать именно сейчас. В следующем каталоге стать менеджером уровня 15%. Да, нужно попыхать. Но уже этим летом вы поедете с компанией «Рифэйм» на отдых в Сочи. На шикарный курорт, самый крутой курорт вообще, который есть в России. Это реально классно, это реально круто. И для этого вам нужно обязательно стать менеджером 15%, если вы новичок нашего проекта. Да, нужно работать в ближайшие два каталога, это сделать. Но помните, я вам говорила, что я покажу фотографии этих людей, которые уже практически стали директорами компании «Рифэйм» в нашем проекте. Смотрите, три девушки, три прекрасные девушки по итогам последнего квартала, как был запущен наш проект, открыли звание директора. В нашем проекте, в нашем онлайн-проекте. Как это круто, как это классно. Уже через 8 каталогов они смогут получить свою премию в 1000 долларов. за хорошую работу, за то, что когда-то они сделали правильный выбор и решили, что да, я хочу зарабатывать с компанией «Рифэйм» хорошие деньги. Я это хочу, и я буду это сделать. Вот смотрите, директорам открытой квалификации в нашем проекте. Три месяца работает наш проект. Смотрите, у четвертых, да? Как это классно и как это круто. Уже в нашем проекте есть закрытый день. И Ольга Милникова – это тот человек, который доказал всем, что не глядя на свою очень-очень нежную и хрупкую натуру, да, на то, что это такой добрый и безумно нежный человек, Ольга смогла закрыть звание директора и доказать всем, что в проекте можно работать, можно закрыть хорошее звание, получить свою премию в 1000 долларов от компании «Рифэйм». Вы сами выбираете, какая будет ваша зарплата. Сами выбирайте, какие поздравления у вас будут. Как часто вам дарят цветы? Как часто вы, девушки, одеваете красивые платья? Есть ли у вас повод одевать красивые платья? В «Рифэйм» есть? Если хорошо поработать. Вот эта семейная пара, помните, я вам говорила про корпоративы, расскажу, да, как можно на них побывать и что это такое. Елена Ракочий, Днис, Левикок. Это те люди, которые на данный момент, ими гордится весь, вся-вся-вся страна. Вы знаете, благодаря им и золотому директору Анны Козловской, это мой спонсор, я тоже вам ее покажу, появился наш проект. Те люди, которые разработали его и дают нам свою возможность развиваться, обучаться и выходить на хорошую зарплату. Это бриллиантовый директор с доходом в месяц более 4 тысяч долларов, который делится нам с вами своими секретами. Какой предприниматель, зарабатывая такие деньги, в традиционном бизнесе будет делиться своим секретом, что он делает? Я не знаю, я не знаю. И вы знаете, награждение высоких званий всегда проходит на шикарном мероприятии, им называют обамки и директоров. Красная ковровая дорожка. Вот такие чеки. Вот на этом слайде вы видите девушку с чеком в 2 тысячи долларов. Это Анна Козловская. Это, опять же, тот человек, благодаря которому появился наш проект. Это мой спонсор. Это девушка, которая меня пригласила в Reflame. Когда-то я долго говорила о ней. Наверное, это не мое. Прошу прощения. Но все-таки судьба сделала так, что я пришла в компанию Reflame. И здесь я уже развиваю бизнес в нашем проекте. Вот такие премии. Тремии совершенно разные. Вы сами выбираете, сколько будете зарабатывать. Это моя первая тремия, мой первый банкет директоров. Моя первая тысяча долларов. Мое первое платье в пол, которое я хотела... Мое первое черное платье в пол. Я, как любая девушка, наверное, мечтаю о черном платье в пол. Но ему не было куда одевать. А теперь нет. Огромное количество директоров нашего проекта. И сейчас буду пролистывать в слайде. Вы смотрите, видите, совершенно разные. Совершенно разные образования. Совершенно разных городов. Есть семейные пары. Есть те люди, которые работают по одному. Вот на вот этом слайде вы видите семейную пару. Это учителя. Те люди, которые кажутся... Ну, успешные люди, учителя, да, они пришли в Арифлэм. Они пришли в Арифлэм с семьей работать и зарабатывать хорошие деньги. На этом слайде мы видим с вами справа девушку Юлию Хомницкой. Это тот человек, который 18 лет закрыл звание директора. Ну, ведь реально круто в 18 лет зарабатывает тысячу долларов. Ну, кто этого не хочет? Я не знаю. Мне кажется, в 45 все этого хотят. И в 50, и в 70. Да, было бы классно. Чем раньше мы начинаем, тем быстрее мы добьемся результата. Это новые директора этого года. Это Ольга Небарако и Ольга Туприкова. Ольга Небарако – это девушка, которая на фотографии слева. Человек, который имеет традиционный бизнес. Но не глядя на это, Оля все равно в Арифлэм тоже директор. Она говорит, я не могу сейчас оставить бизнес, потому что я столько денег туда вложила. И не могу сейчас просто это все бросить. Но Оля рассматривала бизнес-компания Арифлэм. Закрыла звание директора. Это круто. Имеет сразу два шикарных параллельных бизнеса. И вы знаете, вот на этом слайде новые директора нашей команды. И хочу особенно сделать акцент на ту девушку, которая в светлом платье. Это Вероника Личонок. Это тот человек, который закрыл звание, будучи беременной. Это вот она на банке сидит в рост, тоже беременная. И вы знаете, многие скажут, что я беременна не до этого. Ну, кто-то скажет так, согласитесь. А кто-то скажет, у меня впереди будет возможность дарить своему ребенку хороший отдых, покупать его вкусную еду, здоровую еду. Одевать его не в то, что передали, там, по наследству кого-то досталось, а в то, что хочется. Мы сами делаем выбор каждый день. И вот этот слайд для меня, он особенно дорог. На банкет директоров вы берете с собой того человека, кого хотите. У вас приглашение на две персоны. В 2015 году со мной на банкет до 3 года поехала моя мама. Она вот справа. Тот человек, который не видел... Я из маленького города, я из Новолоком, где-то 13 тысяч населения. Который не видела красивых мероприятий в принципе никогда, она заработала на заводе всю свою жизнь. И, вы знаете, слезы радости, которые я видела на банкете директоров этого года, это в прошлом году, которые были на глазах моей мамы. Сначала я переживала, думаю, что она плачет, ходит. Она сказала, что все хорошо. Я просто не ожидала, что вообще такое бывает. Дарите своим родным мне нужные подарки. Дарите эмоции. Только вы в состоянии что-то изменить в этой жизни, чтобы подарить своим родным. И в нашем проекте это реально просто и классно. Только нужно начать делать. Нужно начать делать что-то сейчас. Завтра не будет никогда. Сейчас нужно делать. Уже сейчас. Сегодня я вам рассказала о том, что в проекте можно зарабатывать деньги. У каждого из вас есть шанс изменить свою жизнь. Подумайте, какой ваша жизнь была 5 лет назад. Вспомните, сколько событий было за прошедший год. Ярких, красивых. Когда я стала перечислять в этом году, ну, что произошло, в прошлом году, в 2015 году, что произошло? Ну, было сложно остановиться. Честно. За прошлый год я побывала в шести странах мира за деньги, заработанные с компанией Refrain. Каждый ли может себе это позволить? У каждого человека есть шанс. Но неудачник не тот, кто не имел этого шанса, а тот, у кого он был. Но, возможно, вы решили, что это не мое. Понимаете, у нас в проекте может получиться сразу. Может получиться не сразу. Но даже если что-то не получится, вы же не рискуете финансово. Все те возможности, которые дадутся, все те шансы, которые даются судьбой вам, в мое мнение их нужно использовать. Они же именно для этого и даются. Понимаете? В бизнесе Refrain нет тех, у кого не получилось. Есть те, кто решил, что это не мое почему-то, потому что все родственники говорят, что это не твое, и он решил, что это тоже не мое. Есть те, которые наслушались, нет, и сказали, ой, это не для меня, нет, у меня не получится. Мне сказали пять моих знакомых, и все. Топ номер один в мире компании Refrain, семейная пара Томила и Владимир Полежаевы, когда-то Томила сказала, а это топ номер один вообще в компании Refrain. Те люди, которым компания заплатила время в миллион долларов. Миллион долларов. Итак, я не представляю, сколько это. Смотрите. Тот человек сказал, я отличаюсь от тех вас тем, что я больше всех вас услышал слова нет. Более 150 раз маленький ребенок падает, прежде чем научится ходить. И ни разу он не говорит, это не мое. Эдисон, прежде чем сделать лампочку, совершил 10 тысяч неудачных попыток. Но если бы он тогда их не сделал, мы бы с вами сейчас, наверное, не смотрели этот вебинар. Важно понимать, что в этой жизни все дается. Иногда не очень просто. Но ради своих целей, ради своих мечт, ради того, что вам нужно, напишите просто минимум того, что хочется. Квартира та, которую хочется, машина ту, которую хочется, отдых тот, который хочется, подарки, которые хочется дарить своим знакомым. И сложите, сколько это будет стоить. Сможете ли вы к концу своей жизни этого добиться? С той финансовой ситуацией, которая сейчас у нас в стране. И может быть, стоит поработать, может быть, стоит задуматься. И, конечно, когда это делать? Сейчас. Только сейчас. Если у вас сегодня есть знакомый, который еще не в Reflame, позвоните своему спонсору, напишите своему спонсору, тому, кто вас сегодня пригласил, и скажите, что нужно сделать для того, чтобы назначить скайп-собеседование с тобой. Я хочу пригласить человека. Что нужно для этого делать? И ваш спонсор даст вам четкие советы, четкие инструкции по тому, что нужно делать. Друзья мои, я заканчиваю. Если у вас есть вопросы в чате, то задавайте. Именно сейчас нужно начинать менять свою жизнь. Сейчас весна все распускается, это так классно, это круто. Сейчас такая хорошая погода для того, чтобы начать что-то менять в своей жизни. Делайте. Делайте, действуйте. Я вам желаю сегодня неспокойной ночи, потому что я рекомендую каждому из вас написать, вспомнить, как вы жили 5 лет назад, и подумать, как вы можете жить через 5 лет, если в компании Reflame добьетесь шикарных, хороших результатов, ну, как минимум, хотя бы станете директором компании. И в нашем проекте уже можно за год четкое планирование выйти на этот уровень дохода. Ну, даже и быстрее выйти, да, что на Instagram я люблю тех людей, которые добились результата намного-намного быстрее. Поэтому вам огромное спасибо, что этот вечер провели со мной. Вижу, что вопросов нет. Вам всего хорошего. Еще раз неспокойной ночи. Все, увидимся с вами на вебинарах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!